Привет, друзья! С вами Роман и вы на канале Кефир. Сегодня приготовлю лучшую закуску к шашлыку, грузинскую закуску, аджаб сандали. Но сделаем ее немножко не по традиционному рецепту, а намного полезнее. Погнали! Польза будет заключаться в том, что мы будем обжаривать наши овощи не в масле кипящем, а на мангале нам понадобится один баклажан, перец болгарский сладкий, зеленый-красный, один остренький перец, чесночок-головка и, я думаю, одной помидорки будет достаточно. Пойдемте к мангалу. Угольки я уже развел. Горячо. Ставим запекаться. Так, овощи наши запеклись. Снимаем их. Наш баклажанчик. Чесночок. Помидор. Наши перчики. А мы, тем временем, пока сделаем поджарку, классический аджаб сандал как раз так и делается. Нам нужно пожарить с вами лук и морковку. Почистим лук. Морковка, наверное, большая. Возьмем половину. На сковороду чуть-чуть маслица. Режем лук. Лук порежем перышками. Режем миленькой соломочкой. Отправляем наш лучок обжариваться. Ну и следом отправлю морковку. Очень горячий. Чистим наш баклажан. Теперь перчики. Эджаб сандалии такой кропотливой довольно-таки дело, но вкус, который мы получим в результате, он того стоит. Немножко острого перца. Так, из помидорки вырезаем плодоножку сразу. Ах, какое еще горячее. Так, плодоножку убрали. Помидорку почистили. Теперь мы ее добавляем в нашу зажарочку. Весь сок, чтобы не потерять, туда же. Так, и самое время туда добавить столовую ложку томат-пасты. Для пикантности нашего салата добавим пол чайной ложки, чайную ложку аджики острой. Мы часть кинзы добавим в конце, посыпем наш салат. А часть кинзы добавим в соус, чтобы она максимально раскрылась и отдала свой вкус. Аромат стоит просто восхитительный. Вы себе не представляете, когда эта закусочка остынет. Просто будет, ну, под шашлычок. Да ладно, под шашлычок можно и под винишко. Если есть хорошее грузинское вино, самая лучшая закуска. Теперь занимаемся нарезкой наших овощей. Первым делом порежу наш баклажан. Порежу на небольшие кубики. Чеснок можно просто выдавить. Теперь главный секрет. Это базилик. Я взял фиолетовый базилик. Вы можете взять зеленый. Но поверьте, эта закуска с базиликом имеет совершенно другой вкус. Раскрывается немножко по-другому. Ну и базилик очень часто на самом деле используют в Грузии. Поэтому мы здесь не хотим речь к основному рецепту. Так, базилик добавили. Самое время добавить в нашу заправку. Какой аромат. Немножко не хватает кинзы. Но когда мы финально уже будем сервировать наше блюдо, оно остынет. А я напомню, закуска холодная. Поэтому сейчас ее отправим в холодильник. Она остынет. Мы пожарим вкусное мясо, шашлыки. И потом финально еще украсим все кинзой. Итак, колбаски, шашлыки пожарены. Аджапсандалии в холодильнике остыл. Сейчас дорезаю кинзы. Настало время попробовать. Друзья, это одна из лучших грузинских закусок. В меру остренько, потому что мы добавляли осенький перец, запекали. Кинза максимально добавляет и раскрывает все вкусы. Чувствуется базилик, который мы с вами добавляем. Просто максимально вкусно готовьте. С остренькой к мясу лучше не придумаешь. Друзья, если вы еще не подписаны на мой канал, обязательно подписывайтесь. Ставьте лайки этому видео. Повторяйте этот рецепт. Очень вкусный рецепт. Ни разу не пожалеете. Всем пока!